Вот дали установочки. Вот это белая съемная катушка. Желтая, белая съемная катушка. Идет на быстрые диоды, суперфастные, над конденсаторами. 20 микрофарад, 330 микрофарад, 450 вольт. Питается система 24 вольт. Это заземление. Тут один конец. На заземление вот этот. И этот на заземлении. Это тонкая отмотка. Это все на заземлении. А тут, чтобы не выдержал этот конденсатор, не потрескался или взорвался, это было бы радостно. Ничего тут не взрывает. Система питается 24 вольт. 5 ампер потребляем. Если 12 вольт, то лампа очень слабо светит. Это резонансный конденсат. Резонансный конденсат на заземление не подключен, а только конденсатор. Могу бы по школу частоту покрутить немножко. Вот тут самое малое потребление 4 ампера. Тут на ГНС идет питание где-то 60 или больше вольт. Где-то 150. Насмотрю, сколько я частоту нагружу. Частоты потом просядет. Если высокая частота, то напряжение просядет. Потому что больше потреблять будет. Вот это ИР-630Н транзистор. Тут усиливающие два транзистора. ЛПН-П и НПН. ЛПН-С18-15. Идет генератор импульсов. Вот это задающий генератор. Частоту мы вырегулировали. На ЦНД-4046 в микросхеме. Вот это 20 микрофарад комбинсатора. Тут еще параллельно маленькие, узатенькие, чтобы сгладиться напряжение лучше. Вот заземление куда идёт. Идёт, идёт. Провод заземления. Идёт. Заземление не горит. Идёт. Идёт. И на вот трубу заземления. Даже меня в этом не ударит током. При всём желании. Потом, наверно, я выберу этот резистор 220. чтобы в более показания лучше шли, чтобы отслаб был какой-то эффект, если половить, чтобы он засветился, чтобы мелкий ток в земле показывал. Питается параллельно последовательный аккумулятор с 12 вольт источником питания. Питается установка. И заряжается аккумулятор, вот чем лампочка будет сильнее светить, значит он более просядный, просел больше. Поэтому могу знать, насколько он просел. Тринзисторы не греют. Вот буду частоту менять. Вот каким концом там подключить я так и не совсем понял. Поэтому потом поменять полярность буду. Поменяю, посмотрим, что изменит. Буду менять частоту. Буду увеличивать. Теперь столько подменяет генератора. Секундный секундный импульс. Это он неправильно показывает, но такой для ориентира. Вот, появляется писк вроде. Вот, да, круче. Вот, может, наводка. То есть сильнее, то и слабее. Пожалуй, выкручу тут 220 вольт в своем резисту, что может в земле как-то будет подняться. Вот, выкрутим я ее. Теперь буду смотреть. Повышаю частоту. Что-то таким паленым пахнет. Ого, какая печка горячая. Вот это все обмотано. Поехали. 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 Поехали, внесной. Поехали… На лампочку в заземлении и она никак не загоралась. Но уже вонять начало, горячее чуть ли удержать можно, может даже не можно, так нагрелась эта резонансная мотка. Даже нельзя удержать, особенно вот тут, потому что тут тоньше провод. Нужно посмотреть, какая чистота. Что это делается? Что это делается? Посмотрим, какая чистота импульса. Одна клетка. Одна клетка 10 микросекунд, значит одна клетка 100 кГц. Тут влазит 2 в одну клетку, значит где-то, тут даже больше чем 2, значит где-то 250 кГц. Ферритик. Давайте посмотрим еще. Ферритик. 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 Аня греется. Аня греется. Аня греется. Диод вот этот греется. Ага, какой горячий. Ферритик. Аня греется. Аня греется. Аня греется. Аня греется. Аня греется. А диод тоже очень нырячий. Тронуть нельзя. Такие импульсы на гансинг генератора и коллектор. Какие красавцы! Какие красавцы! Диод греется! Без диода вот какие импульсы! Низы делать и потом вверх надо! Вода тухающая колебать! Без диода еще меньше потребляют схемы! Теперь на первичной 83 вольт! На транзисторе, на плюсе, который питает все генераторы на насекомых импульсах! Без диода покрутил туда и обратно и тоже нигде в заземлении лампочка не загорелась! Вот без диода какие импульсы! По моему силографию на коаксиале! Я правда не помню он закурочен или нет! Походим на запурочен! Вот какие высоки! А мои силографы только на 20 МГц! Тянет! Длительность его стопа наносекундка! Моя силограф как раз! Он просто больше не тянет! Так может не больше! Когда повысил чистоту, прикоснулся к колечке, нам до ней дотронуть нельзя так нагревать! Теперь даже нельзя! Так нагревается сильно! Нагревает! Это тоже нагревается! Вот это 12 МГц! Вот это 12 МГц! 12-14 МГц! Поменял концами! Вот это вторичная обмотка! В конце ее поменял местами! Прокрутил этот высокий, он весит килогерц, но низкий тоже ничего нет! Лампочка не загорелась! Светодиод не загорелся в заземлении! Никакого влияния нет! Конечно тоже не было на эту лампу! Вот когда поменял концы местами! Вот тут вот такая осциллограмма теперь! Тоже хороший выброс! Длительность тут такая! А нет! Тут тоже импульс! Я бы сказала! Тут, наверное, значит и есть тот самый, что надо! Тоже пошире спереди! А потом такой очень узкий становится! Там такого не было! Там вроде бы огонь закруглен! Вверх особенно очень узкий! Удаляю! ...провенью! Увысил чистоту и венчусь. Увысил чистоту. Вот поставим диод, вот такой импульс, он даже не влазит. Вот как далеко, даже на всю шкалу раскрутил он все равно там и большой. Я раньше таких не получал, помню это наверное что колечко это с большей броницаемостью. Частота где-то 50 килогерц помойка. Вставил обратно диод, этот на первичке, параллельно первичке. Тоже никакого влияния лампы не загорелась в зазумении. И только в одном месте немножко потребление менялось значительно. Лампа эта тоже не заметила, что как-то там менялась яркость. 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 Это всегда есть. Яркость. На авиаде. Зачемgn Caron. Яркость. По pareту. Яркость. ВоорОН 전. Яркость. Тут был еще трансформатор. Один нанофарад конденсатор двух киловольт. Попробовал засинхронизировать в одну и другую ножку Ирн генератора вставил, который синхронизирует импульсы длительностью для него все равно все без болезни. Лампочка не горит, непотребление выфи. Там уже длительность где-то 300 наносекунд на самом трансформаторе сделал. Катушка греется. Импульсы никакие не давали, не дают никакой примазки. Конденсатор не взорвется при всем желании. Тут ничего не горелся, этот диод. Уже 300 наносекунд мне кажется, хоть у них достаточно. Дальше увеличивается длительность импульса. Двигал в ту и в другую сторону вот этот регулятор импульс. Продолжение следует... Продолжение следует...